Ну что ж, отлично. Добрый вечер. Я очень рад встретить очередной раз. Наша тема сегодня, мы продолжаем книгу у Роза Чувара в Кухах. У нас 13 глава. Сегодня у нас должен быть отрывок со звездочкой, пятый абзац со звездочкой, но мы сперва перепрыгнем на шестой, а потом, если у нас будет все хорошо, вернемся к пятому. С моей точки зрения, абзац очень-очень важный, потому что он общий. Он говорит, как нужно делать шву реально и как в общем на нее смотреть и как на себя смотреть. Чего от себя требовать, чего от себя не требовать и как вообще к этому подходить. Очень практически маленький абзац. С вашего позволения давайте начнем. Спасибо. перевода, к сожалению, у нас сегодня нет. Будем пользоваться ивритом и его походом переводить. За неимением Гербова пишем макроскопа. Продолжение следует... Продолжение следует... На такой же уровень, на который поднимается его духовное постижение, когда оно находится в приподнятом состоянии, и так же, чтобы все его недостатки реальные выпрямились сразу же. И Штальму. И восполнились. Восполнились, спасибо, что это совершенным исправлением. Он не найдет постоянного положения для своей души. И он не сможет усилить свое желание идти по дороге настоящей шлему, настоящего совершенства. По-простому. Если человек... По-простому, скажем это так. У человека есть времена, когда он находится в приподнятом состоянии духа. Его желание, его дух, он поднимается, возвеличивается. И у человека возникает желание, чтобы не только как бы его духовная сфера, но и все его качества, и все его деяния сразу же стали соответствовать тому вот ему, его временному приподнятию духа, в котором он в данный момент пребывает. Если человек захочет такое реализовать, то ничего у него не выйдет, кроме, конечно, серьезной поломки. Он сам себя переломает этим, и ничего хорошего не выйдет. Так, чего не делаю. А теперь когда? Идет нам очень-очень важно. Давайте смотреть. Идет нам. Аднака. Аднака. Основа всего – это возвеличивание, поднятие, постижение, усиление света Тор. А реальная, неправильно реальная, а практическая чува будет рядом с ней. Сначала по отношению к будущим вещам, потом по отношению к вещам в прошлом, которые просто исправятся. И потом расширятся его круг объятия его чува, также для вещей, которые сложно исправить. И так он будет возвращаться и возвращаться и продвигаться вперед до тех пор, пока не удостоится исправить все. Однако, чтобы ни в коем случае не оставлял дорогу, не оставлял духовный путь по отношению к внутренней ступени. Той внутренней ступени, которая душа внутри его требует от него. То есть у нас получается проблема. Человек во время духовного поднятия или во время понимания каких-то вещей. Он очень хочет, чтобы так же его реальное поведение соответствует, как я тебе обещал. Но он еще по инерции продолжает. И в магазине там это самое, воровать немножко, детей кричать и там еще вести не соответствует. И человек очень сильнее чувствует это несоответствие. У него есть желание, что вот все сейчас сразу стало хорошо и правильно. А он говорит, это дорога в никуда. Давай реальную, уже реальную шву разделим на части. Реально достижимы. Вначале давайте будем заниматься будущими. Что такое будущее? Не знаю. Ругаюсь с соседями, матерюсь, что-нибудь плохое делаю, что я не хочу делать. Давайте прекратим это делать на будущее. Как исправить то, что в прошлом было, оставим это на поток. Потому что принять решение по поводу будущего – это проще. Сделали, отлично. Теперь давайте исправлять прошлое. Украли у соседа яблоко. Это исправить просто. Извини, Ваня, вот тебе яблоко. Я тебя нечаянно взял без спроса. Извини, спасибо, до свидания. То есть мы можем после того, как сделали какую-то простую относительную вещь по поводу будущего, Вернуться в прошлое. В прошлое – это сложнее в будущем. Понятно. Потому что в будущем не наступило, я могу решить, что я буду делать и опять все выполнять. А просто уже прошло. Сесть на машину времени, вернуться в прошлое и исправить – это сложнее. В любом случае, по определению. Но должно в прошлом, которое сложнее. Но сложность, вещи, которые исправить, сложно. Вещи, которые исправить – просто. Давайте не начинать сразу стрелять по всем направлениям, потому что сразу нас охватит отчаяния. Понятно, что я не смогу. И мы оставим эту дорогу. Соответственно, потихонечку. Давайте начнем с того, что нам проще исправить из прошлого. Исправили. Хорошо, молодец. Возьми с полки пирожа. Теперь давай исправлять потихонечку вещи, которые сложно исправить из прошлого. Но ни в коем случае не оставлять вот того самого душевного, духовного поднятия, которое нас посетило в начале. И мысли о том, что я на самом деле лукавлю, что это все неправильно, что если у меня такое большое, высокое желание, а я делал или делал такие нехорошие вещи, соответственно, я двуличный. Вот эта вот мысль сама по себе над лукавой. Мысль, вот именно поднятие сознания – это главное. И к нему нужно подтягивать шуму. И не оставлять вот это вот поднятие сознания. Учить какие-то вещи. Расширять собственный взгляд, собственно, кругозор религиозный, светский и так далее. И поднимая вот именно сознание выше, очень часто получается, что многие вещи, которые хотели, всякие там прегрешения сделать раньше, они становятся уже не такими притягателями. Ну вот, как-то так, насколько я понимаю, то, что здесь написано. Пожалуйста, давайте я вам верну микрофон и послушаю, как вам слышно. Никто ничего не хочет сказать. Хорошо. Ладно. Я еще не обиделся. Тогда мы перейдем к пятому абзацу со звездочкой. Натан, Натан, а на самом деле, ну, просто-напросто все так и есть. Без поднятия сознания, пока ты не осознаешь, пока твои стремления не изменятся неким образом, вот внутреннее содержание, да, и приоритеты. Никакая чува невозможна, и все. Тут просто, ну, комментировать даже нечего. Так и есть. Да, но часто человек как бы себя чувствует, как бы, что он такой вот двуличный. Вот я как бы вот какие-то вот стремлюсь к каким-то хорошим вещам, а реально, реально я делаю, продолжаю делать или там делать какие-то гадости еще, которые совершенно не соответствуют этому уровню. Я, значит, как бы, я там вру сам себе, что ли, получается? Тогда говорить нет. Не, ну то, что человек осознает, что это гадости, это уже хорошо. Да. И рано или поздно он придет, ну, перестанет эти гадости делать. Да. Нужно понимать, что это реальное расстояние между осознанием духовным и реализацией этого процесса на практике. Потому что осознание может быть мгновенным и очень высоким и быстрым, а реализация на практике, как всегда, время – это длительный процесс. И тоже этот процесс – это нормально. Мне кажется, это то, что она хочет. У нас есть процесс, у нас есть напряжение между вот духовным постижением, я уже там как бы… Ну, как бы это сказать. Если бы я делал все, что зло, я бы уже давно был в совсем плохом месте. Да. Но вот это не значит, что мне нужно продолжать расширять знания, сознание и осознание. Да. Это очень-очень важная вещь. И уже подтягивать к этому чугу, понимая, что есть между этими процессами напряжение, расстояние. Духовные вещи делаются как бы вне времени, мгновенно очень часто, очень быстро. А реализация этих вещей как бы уже в этом мире – это процессы. И это процессы постепенные, это может занять годы, и это нормально тоже. И начинать от легкого к более сложному, от простого к сложному. Да. Угу. Спасибо, Виктория. Безусловно так. Именно понимание, что вот это напряжение между духовным и материальным, или как бы между потенциалом и реализацией, оно существует, и это нормально. И это нежели такой вот двуличек такого. Да. Там упоминается такое выражение, еще возвеличивание света Торы, лучше как-то как усиливание света Торы. Это что, имеется в виду изучение Галахи? О, хороший вопрос. В прошлый раз мы про Галаху говорили, то есть здесь тоже какой-то подобный контекст или что-то другое? Вот не знаю. Хороший вопрос. Может быть, изучение Галахи, а может быть, наоборот, изучение Муссара. Ну, то есть осознание, не просто осознание, а осознание именно в свете Торы, как мы получаем. Давайте попробуем вернуться к этому предложению в целом, и тогда его попробовать от контекста посмотреть. То есть Алията Акара в Акбарат Ора Тора, это получается синонимы. Алията Акара, мы понимаем, что то, о чем мы говорили в начале, это поднятие постижения, то есть расширение нашего взгляда. Это все-таки, видимо, духовные внутренние вещи в Торе. Это все-таки, видимо, ближе к Муссару, к еврейской философии, мне кажется. Вещи, которые менее связаны с реальным действием или воплощением. Потому что, смотрите, ВА ЧУВА, то есть это уже какое-то противопоставление идет, да? А ЧУВА уже будет к этому идти рядышком, да? То есть ВА – это некоторое представление. Однако, а также ЧУВА будет к этому близко. То есть у нас Акбара Тора Тора в Алията Акара, то есть поднятие сознания и увеличение света Торы – это, видимо, все-таки духовные вещи в Торе. Это идеи Тора, которые нужно глубже в них проникать. И это, видимо, все-таки здесь не Аллаха. Аллаха у нас будет сейчас, вот мы сейчас вернемся в пятую со звездочкой абзац, там у нас будет Аллаха, там у нас будет закон. Да. Но здесь, мне кажется, усиление света Тора, действительно, мы это не разобрали, мне кажется, по предложению это идет у нас, ну, это параллельно Алията Акара. Да, спасибо. А тогда это как-то перекликается с тем, что было в прошлый раз, что нужно изучать Аллаху, но при этом еще хорошо иметь в виду какой-то более общий план, более высокий. Ну, так, просто замечательно. Ну, во-первых, я абсолютно не уверен, что это обязаны пересекаться. Потому что, если я правильно понимаю, наша книжка – это сборная солянка из разных миостралов. Поэтому необязательно, что абзацы связаны. Вопрос хороший. Это мне на домашнее задание. Посмотрим, что я смогу сказать. Нет-нет, они, может быть, и не связаны так непосредственно, просто как будто бы Рам все время хочет нас подталкивать именно к той человек, которую он в самом начале книги обозначил как «чувасик лип». То есть к «чувасик лип». Безусловно. Безусловно. И это как-то и в том, как-то точечно присутствует, и в том абзаце, и в этом тоже. Безусловно. Я скажу даже более и грубее. То есть, как бы… Просто «чува» – это вот именно та «чува» высшая для Рава. А все остальное – это как бы лестница для этого, какие-то прилагательные вещи для этого. Это, как бы, я не знаю… Мне вот тяжело описывать Рава, потому что… Я объясню. Потому что из всех текстов очень четко прорываются два направления, которые, с нашей точки зрения, они противоречат друг другу. Одно направление говорит, ребята, служение из любви – это служение, все остальное – это ерунда. Ребята, «чува» – это высшая «чува», все остальное – это ерунда. А другое направление говорит, ребята, у нас нет ерунды. Все, любое, даже мелкое, даже низленное и все так далее – это продвижение в правильном направлении, мы, конечно, этим не пренебрегаем. У Рава – это как-то органично идет вместе. А я, когда это пытаюсь понять или сказать, мы получаем, вроде бы, какие-то противоречащие заявления. Безусловно, вот наша гей-созвездочка тоже про то же самое. Он вот именно про соответствие изучения законов, алохих, или вот действительно расширение сознания. Потому что как вот… Вот не знаю, как там мы, да, вот я знаю, как я. Как я вот там серьезно изучаю какие-то вещи, которые там поднимают твое сознание, сознание расширяют твои горизонты, ты очень воодушевляешься этим. И это, как бы, становится у тебя как бы основной вещью. Это верно, что это основная вещь. Ты же пишет Рамбо. Чем должен заниматься человек? Быстренько-быстренько, так сказать, выучить там, так сказать, Мишну, Талмуд, законы. И потом уже не заниматься всякими глупостями вот такого типа, а заниматься вот постижением божественного. А этим должен заниматься серьезный Рамбо. И вот для этого Рамбо пишет. Я пишу свою книгу. Я пишу, чтобы вы могли быстренько прочитать мою книгу. Вам не нужно было потом там читать больше ничего. Почитать и посмотреть еще в тонах. И все. Можно заниматься как бы постижением божественного. Это главное то для чего. То есть понятно, что это главное, да? Теперь, когда это получается главное? Какое у нас движение духовное? Я не знаю, опять-таки, про нас, у меня, да? А, законы. Это так. Это для нижнего уровня. Это для детского наслада, для первого класса. Это неинтересно и не нужно. И ты вот читаешь, видишь Раба. Что просто и понятно у него. Действительно, высший уровень – это то, куда он относится. То, куда он приглашает нас. Это тогда божественные постижения. Это тогда расширение сознания. Но абсолютно отсутствует. Это вот, по крайней мере, моя, естественно. Если ты там, то ты не там. Нет, наоборот, все него очень органично связано. Конечно, основа – это божественное постижение. Но, безусловно, не в ущерб знаниям закона, анахии, изучения Талмуда и так далее. То есть, наоборот, Раб действительно кричит Эру. Ребята, как бы что получилось? Мы занимаемся только изучением малоходов, а божественные постижения, еврейскую философию, еврейские идеи мы вообще забыли, запустили. Занимаемся этим. Когда в поход ходим так, это почитываем перед сном. Когда уже сил нет. Серьезные вещи думать – добрый вечер, Нахама. На это Раб кричит, конечно. И понятно, что для него это основное. Но вот когда для нас, для меня это основное, то все остальное для меня теряет, как бы, вкус, теряет такую вот важность. Мы видим, что Раб – это абсолютно не так. У него это все очень огранично входит в место. Да, Ширеев? А, я все сказала, собственно говоря. Я как бы, ну, я себя объяснил. Понятно, как бы, что я имел в виду? Да-да, вполне. Нет. Окей. Просто, как любит говорить моя жена, я не буду говорить, как объективно, как надо. Я буду говорить это самое. Что я чувствую? Вот я вот раскалкиваю, вот как у меня вот это идет. Да? Хорошо. Тогда мы сейчас начнем. Вот этот вот наш перег, вот этот вот, именно пятый со звездочкой. И вот там идет как раз, вот это вот самое, вот то, о чем я сейчас начал говорить. Что, когда у нас, как бы, Дух наш поднимается высоко наверх, Он хочет оторваться от НО, которое стоит на земле. А вот Раф нас учат, что у него это не так. И у нас тоже должно быть не так. Давайте, значит, вернемся к тексту. Мы сейчас, у нас 13 глава, абзац пятый со звездочкой. То есть пятый абзац у нас дважды. Пятый без звездочек, и сейчас вот пятый со звездочкой. Энехама мы перепрыгали, мы сперва выучили, мы сейчас закончили шестой абзац. Сейчас мы возвращаемся к пятому со звездочкой, потому что там язык немножко сложнее, и тема немножко сложнее. Ну давайте попробуем, вы нам как раз сейчас поможете. Дело периодически. Я пока не нашла. Тринадцатая глава. Я скажу сейчас, какая это страница там. Я нашла, ее дали. Сейчас, сейчас, сейчас. Тринадцатая звоночка. Это не та. Сейчас. Потому что это не та. Полминуты. А он тут... А! Четырнадцать. Уф. Значит так, в документе по ссылке, мне почему-то тут не видно, какая страница. А какая ссылка? Ссылки на тринадцатый перед? На тринадцатый перед? На тринадцатый перед, не на двенадцатый. А тут нету ссылки. Может, у меня неправильно документы? Нет, ссылка есть. Просто, видимо, он показывает ссылки тому, кто... Ну, вы зашли в чат после того, как я бросил ссылку. Я сейчас еще раз бросил ссылку. А-а-а. Ну, я нашла, опять же, где был. Нет проблем. Вот. Все. Там... А-а-а. И со звездочкой. Все. Отлично. Итак. Давайте, с вашего позволения, начнем. Да. А-а-а. А-а-а. ... Порется ты от шукаи львуна Зот вбукат От кулы Абвирин Арухиньим Ведохгит Ацмах Ад Лемата Л'Арц Ведорешет Вхозкат От Тепокеда Л'Арц Б'Арц Мишка Когда Желание Высшей Справедливости Описываемой Или теоретической В ее Высшей форме Сильно Увеличивается Усиливается В человеческой душе В душе человека С помощью Очищения его души Хорошими Качествами И положительными Деяниями И Полной Чувой Из любви Пробивает Высшая Страсть Все Духовные Небеса И И Толкает Пропихивает Себя До низу До самой земли И требует И мощно Требует Своего Своей реализации В том Чтобы мы Реализовали Суд На земле Ля Рит Ба Рит Сми Шпа То есть Как раз Противоположное Движение Когда Именно Чисто Теоретическое Духовное Душевное Движение К Чему-то Абсолютному К Божественному К очень Высокому Усиливается В душе В конце концов Это не остается Там Вот Летать По небесам Оно Усиливается И Стремится Вернуться На землю Вернуться 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 Мезе Ноледет Кибах Мема Меод Леюн Волишинун Шэн Имкэ Лахот Шэн Бан Бан Чаверок Волшав Мепцов Волшав Гедол Шэб Тора Шэуд Динейм Эммонок Улеху Метерахэв Метхедэ Метлабэн Волшав Коль Мепцов Шэн Мэ Мэ И от этого Пробуждается Хибах Мема Теплая Презень Углубиться И Учить Глубину Законов Между Человеком Между людьми Между человеком И человеком И Высшая Специальность Тори Которая Это Законы Имущественные Законы Имущественных Споров Да Динейм Эммонок Идет И Увеличивается У Метхедэ Становится Более Острым И Белым То есть Становится Более Четким Мы Как бы Все Непонятные Вещи Они С помощью Того Что мы Углубляемся В них Лучше Изучаем Все Вопросы Все Недопонятые Вещи Сноются Нам Глубже Лучше Понятыми И Вместе С ней С этой Специальностью В Тове Также Все Специальности Которые Связаны С Сопрактическими Заповедями Да То есть Вот мы Видим Что Как Граф Говорит Что Это Просто Естественно Когда Мы Поднимаемся Каким-то Нашим Духовным Высел Это Не Остается На Небе Это Требует Своей Реализации На Земле Можно Скать По-другому Какое Какой Знак Того Что Действительно Какие-то Правильные Настоящие Духовные Побуждения А Не Глупые Глупое Воображение Именно То Что В конце Концов Он Требует Своей Реализации На Земле А не Остается То Что Называется Бомигдар Шем В Башне Сановой Кости Где-то Там Просто Теоретизировали Наоборот Износ Источником Возвращения И реализации Всего Этого Богатства Именно В Реальной Материальной Жизни Возвращения Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте я вам предложу свое прочтение Субтитры создавал DimaTorzok Добавляет Так вроде бы попросту получается, что Да, да, да С одной стороны С другой стороны Это прилагательное, это описывает что-то Что это описывает? Где существительное? которая воплощается в делах, оно усиливается. Хорошо, я хочу предложить свое прочтение здесь, хорошо? Да, да, да. Оно немножко, мне кажется, это цатнуаз немножко, но я так понимаю. Давайте так, я начну с конца. Божественному добавляется сила из-за того, что мы реализуем божественные идеи в реальном мире. Я это понимаю. А теперь давайте посмотрим, написано ли это вновь. Я согласна. Да, да. Согласна совершенно? И Ширель согласна. Я тоже согласна. Нет, ну это просто вот как это, это вот что-нибудь пройти между капель, да, это немножко как-то нуаз, это как-то сказать. Оно бы не усилилось, если бы не началось реализация этого. Слово, да. То есть, но. То есть, как вот это вот, это то, что вот, это те вещи, которые Бог не может сделать сам, а только мы можем это сделать, поэтому как бы он от этого как бы сидит и нас ждет, и как бы он от этого зависит. И поэтому мы как будто добавляем ему силу, добавляем ему то, что ему как бы не хватает. Да, это вот, предполагите мне перевести нуаз, это как бы очень это самое… Но мне кажется… Это дерзкая, это дерзкая вот самая предположенная. Нет, но мне кажется, что это сурово написано, давайте попробуем прочитать и понять тогда. Нет, но она все-таки медгалемит БХМС. Нет, нет. Она… Медгалемит… И так как божественное, духовное, оно реализуется, то из-за этого оно добавляет ей силу. Как оно реализуется? Что мы это реализуем в реальном мире. И тогда божественной форме духовной справедливости божественной, ей добавляется сила. Из-за чего? Из-за того, что реализуется. Но они это сама по себе. Мы ее реализуем и как бы… Ну, это как пасут, да? Дайте… Нет. Добавьте силу. Что? В угодель. Сначала ты правильно сказал. А в угодель есть еще что-то шиморт. Что там… Что я тоже брюху не я… Не хрутеем, что я тоже брюху… Не помню там чего там. Его силы… Как будто мы своими грехами уменьшаем силу Бога, и как будто мы своими хорошими поступками увеличиваем Его силу. Есть какой-то посылки, есть там хорошо сказать по этому поводу. В этом направлении есть. Не помню где, но точно есть. Правильно. Вот в этом направлении сейчас стреляют. Так как вот это вот духовная форма божественной справедливости, так как она реализуется в жизни, в реальной жизни, то она добавляет силы. Добавляет силы можно понимать в два направления. Добавляет силы божественному, так как она была нереализована, сейчас она реализуется, как будто мы добавили силы Богу. Но можно сказать в обратное направление. Так она реализовалась. Она добавляет силы, может быть, жизненные здесь на земле. Мне кажется, мне больше нравится, что это добавляет силы обратно Богу. А душа еще больше улучшается. Мы добавили силы Богу. А душа тоже улучшается. И вот этот вот духовный свет еще стал более четче и так далее. Но вот первое, здесь вот это вот цура Швейн Цедок Иллюи, так как она реализуется, то она добавляет силы. И вот вопрос в том, кому добавляются силы, мне кажется, в судьбе можно сказать, что это вот божественная цура, форма духовного справедливости божественной, она, так как она реализуется, она добавляет силы. Но можно прочитать так, можно так. И мне кажется, вот так. Ох, тяжело. Цедок это здесь скорее справедливость, да? И вот в контексте, что справедливое общество, справедливые законы, то есть в таком плане. Не, не. Верару ханит шила, шила, и здесь шель души. Здесь даже потом пришла душа. Верару ханит шила, шила шельми, чья? Это души уже, идет в душе. А может, да, это четко уже в душе. А вот эта вот хи, предыдущая, однако она. А вот до этого душа у нас не была упомянута ни разу. И то, что следующее мы говорим, ве ами шаман, а также душа, доказательство того, что душа не была упомянута до. То есть вот это вот, а также она добавляет силы, это понятно, что это не душа. Теперь что? Это уже можно думать. Но вот мне кажется, это именно форма духовная божественная справедливость. Так как она реализуется, то она добавляет силы. Кому он добавляет силы? Самой себе. Божественная здесь как бы получает. Ну вот здесь Рафнам, мне кажется, он раскрывает немножко секреты, не раскрывая. Можно понять так, можно не понять, можно пойти дальше. Это вот мое мнение. Как все? Как вы? Как вам? И опять-таки, обратите внимание, что мы вот начали. Нам вот эти вот, это две разные области. Духовная идея и реализация. Это как бы два. У Рафа это очень тесно связано. И одно толкает в другое. У меня это, я прочитал интересную книжку, какие-то идеи. Вау, как классно. А теперь нужно картошку копать. Совсем другое, да? У Рафа это как бы из одного происходит, вытекает другое. Высшие идеи, это высшие идеи, они какие-то мои глупости. Они меня будут толкать и их реализовывать. Теперь, когда мы приходим к реализации, это всегда сокращение. Идеи не вот такие большие, классные. А реализация это вот такие вот маленькие, такие вот глупости. Я говорю, да-да-да. Конечно. Понятно, что это очень сильное сокращение. Но знаешь, вот это вот сокращение, тем что это реализуется, великие эти идеи, этим идеям это добавляет мощь. Потому что до того, в общем-то, они там плавали на небе, и были вот какие-то теоретические идеи. А сейчас мы их реализуем. И никто, кроме нас, так не может реализовать. Бог, как бы, он не может это сделать. Он не может для нас делать нашу работу. При всем желании. При всем том, что он всемогущий, все может и так далее. И тогда мы действительно добавляем мощи Божественному, потому что мы реализовали эти Божественные идеалы на Земле. То есть, оказывается, уже не просто так. Ну, вот Вася сделал хорошее дело. Ну, Михайлович сделал хорошее дело. Где? Он тут все миры тут поднял. Он сделал то, что Бог не может сделать. Он реализовал Божественные, великие идеи. Это не просто какое-то маленькое хорошее дело. Это огромное, великое, маленькое хорошее дело. Это то, что сказано в Гугу, ММ, Душа и Тора. То, что там суббота, это боры, подвешенные на нитке. А вот эти самые… Законы человеком и человеком, чтобы не обобрать ближнего своего, это основы Тора. Это суть, как бы, самая… Да. Он говорит, что это основная специальность. Тора говорит, как бы, не забывать Божественные идеи, не выбрасывать их, не забывать их. Вот именно, когда мы занимаемся только законами, это очень быстро сухо. И начинает… Он как раз говорит о том, как человек испытывает к ним любовь из-за этого. Именно к этим странным бабам, которые занимаются чисто тем, кто, если двое держится за одно пальто. Я бы только хотела добавить там очень важный все-таки момент, насколько я понимаю, в начале, что это случается только с тем человеком, который чист душой. И тогда эта вот передача, она адекватная происходит. А так он может видеть эти грандиозные идеи, а они, так сказать, через такое мутное стекло проходя, могут реализоваться в неправильном суде. Большое спасибо, Нахава. Безусловно. Давайте обратим внимание на текст. Как во многих местах происходит ощущение, что надо говорить про себя. То есть, смотри, тут требование, да? Вышить швы из любви. Для нас-то там, на седьмом небе там, мы тут здесь как-то пошим. А урава это по-простому, да? После того, как ты очистил свои то и то, и все, и в том числе сделать там высшую швы из любви, по ходу дела, да? То есть у тебя происходит то и то. Безусловно, конечно. Давайте еще раз вернем к первому предложению. Если вы хотите, то это, кому хватает теории, чтобы царство оценить, чтобы говорить, что не было. Но еды, с помощью, торновши, он очистил свою душу, каким образом? Хорошими качествами. Хорошими делами. Ведь чува гмурами Ава. И абсолютная чува из любви. Ребята, да, вот так вот. Да, на минуточку. Все сразу. Всего лишь дашь нужно. И сразу же тут у нас. Медпредвент Шукальюна там сразу. Есть, конечно, ощущение, что весь Рав говорит о себе. Это точно. И вот здесь как раз происходит то, что как это, что почему я не Рав Куб, да? Потому что у меня вот эти вот идеи высшие, их реализация – это вот два мира. А у Рава видно, что это одно очень связанное, которое взаимодействие с друг другом. Да, это дело за малым. Очистить душу. С помощью этих самых хороших качеств, и дел хороших. Вышить шувы из любви. И все будет просто классно. Да, да, конечно. Безусловно. Спасибо, Нехам. Это очень важно. Замечайно. Да, да. Конечно. Ну что ж. Хорошо. Большое всем спасибо. Кто-то еще хочет напоследок заметить что-то? Если нет, то… Нехама, большое вам спасибо, что все-таки к нам присоединились. Даже на полурока. Ну вот вторая половина тоже будет. На запись есть. Я просто… Ошибки. Ну полчаса было. Там все-таки кто-то пришел, поэтому пришлось проводить его вовремя. Большое спасибо всем пришедшим. До следующей встречи. До свидания. Да, я думаю, что этот самый перевод завтра туда в чат просто повешу. Смотрите, то есть… По поводу того, что… Это история, когда я вижу в чат, это дешевая, потому что… Перевези тут отрывок… Пятый со звездочками – это вот… Это тоже не… Это самое… Это тоже не… Не слабая работа. Это тяжело. Спасибо большое. Спасибо. А пятый – это действительно тяжело. Много интересных слов. Как это все вместе с компономатом – это непросто. Хорошо. А с добрый вечером. И в горы помощи будете переводить Бога сюда вклеивать. Всего милого человека. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.